Это не шутка, не очень быстро. Смотрите, 15 минут, пока мы ей говорили, вот это уже... Ну как-то мы дружили с операторским фрукземом ГИКО. Операторский фрукзем ГИКО, это и здесь. Представь себе, наш любимый друг Гоша Савченко, сын довольно знаменитого советского режиссера и кинооператора Савченко, ну, представлял из себя тяжелые, в общем, последствия. Ну, представь себе мальчика, которого воспитали тревогущих еврейских женщин. Что из этого получается? Ну, полный пиздец. Представляешь, любящих еврейских женщин. Гоша, приходя в гости, самым тщательнейшим образом бьюлку протирал особым платочком, которым убивали маму с бабушкой. Он кончил операцию в фрукзем театре ЛИКО и пригласил нас в качестве ассистентов для его дипломной работы. И мы, значит, поехали в Порхов Майдан, мы все... Мы так живем серьезно, сделали разработку, ходили по бабушкам и дедушкам, видели, что Гошу это неинтересно, потому что Гошу было интересно. В середине Порхов Майдана находится огромная, страшная лужа. Ну, вот, ему было интересно лежать рядом с этой лужей и смотреть, и снимать, как она колышется. Ну, когда там приезжают все какие-то вторая, и вторая. Это был тоже самый Гоша. А мы уже там шашлик-машлик жарим. Представляете, Гоша? Лежит в этой луже, фактически, на аппарату, и снимает, как она колышется. Мы говорим, Гоша, пойдем, пойдем. То есть я говорю, профессиональному человеческому. И Гоша стряхивает с себя эту грязь. тараканов и все, что на него наликовано. Подходит к нам и столь же счастливно, как всегда, вытирает, протирает вилку. Потрясающе. Потрясающе. Плохо в Майдане естественного ходит. А потом оттуда выходит другой. Гоша тщательно протирает руки и тщательно вытирает вилку. А потом с Гошей была совершенно потрясающая история. Но всякий кинооператор должен поехать на военный полигон лечь под танк. Дальше был полный пиздец. Однажды Гоша звонит, я говорю, вот я в Красной горе, где ну вот эта вот больница. Он говорит, я, ребята, на Соколе горе. У меня все отобрали и Гоша, что ты сделал? Ну, в общем, оказывается, что он лег под танк. То есть, представь себе, ты совершенно вот ты можешь себе представить вот такое создание, которое три еврейские мамы, женщины, любили на улице Готково. Ну, в общем, но под танк должен лечь каждая кинооперата. Гоша лег. Ну, и, конечно, получил в жопу какой-то гбольс. И ему сказали, что у него гепатит Б. И сокрытся, вот эта вот цоколиная гора. Ну, к счастью, оказался А. гепатит это вот прекрасная дистанция между совершенно совершенно этим вот нежным созданием с тверской и жестким кинооператором, который ляжет под танком. Я не ляжу, пожалуй. А ты ляжешь? Нет. Настоящий должен лечь в окоп. Специально расставить камеру и настоящий. Иначе он типа кинооператор. вот эти вот лизовских невозможных о, машинка, спасибо. О, все, я думаю, унитар. Машина не интересуется. О, по работе зла. Пусть они там будут частями, потому что мне кажется, что если они там все, они... ничего страшного, для них это не важно. А не обеспечены ключи. Улитка, улитка, высуни рога.